МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет города пополнился на 26 миллионов рублей. День государственного флага 22 августа пройдет без былого размаха. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество пожаров в Азовском районе снизилось по сравнению с прошлым годом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня прошло 29-е внеочередное заседание Азовской городской думы, на котором депутаты приняли изменения в муниципальный бюджет. Поправки связаны с привлечением в муниципалитет 26 миллионов рублей. Подробности в сюжете. На внеочередном заседании депутаты Азовской городской думы большинством голосов одобрили предложенный администрации проект о внесении изменений в бюджет муниципалитета. Доходная часть увеличилась на 26 миллионов рублей, которые выделены правительством Ростовской области. Как пояснил глава администрации Владимир Рощупкин, средства будут направлены на дополнительный ремонт городских дорог. Мы в этом году определили программу для капитального, а также текущего ремонта городских дорог. И, собственно, есть большой, скажем так, еще план работы, который не выполнен в течение текущего года. Вот эти 26 миллионов, они предусматривают ремонт большими участками, где-то картами, где-то, прямо, скажем так, переулками, которые сегодня наиболее находятся в разрушенном состоянии. И в то же время это маршрут движения общественного транспорта, а также дороги, пользующиеся наибольшим спросом для передвижения автомобилистов. Это и центральная часть города, и окраины. То есть мы постарались охватить весь город. В эту программу вошли наиболее нуждающиеся в ремонте участки дорог. Как пример, такие улицы, вот как переулок Кашевого от Ленина до Московской, это очень, скажем, разбитый, прямо говоря, участок. Но в то же время, если мы его соединим, Ленина с Московской, продлим его, восстановим этот участок проезжей части, то мы разгрузим некоторые другие дороги, которые являются сегодня параллельным, в том числе движение по Калантаевскому переулку, по Осипенко. Поэтому вот такими решениями мы как раз таки пытаемся развивать дорожную сеть города сегодня, ну и вот решать те проблемы, которые являются наиболее актуальными для жителей, и это состояние городских дорог. В разделе «Разное» выступил депутат Юрий Голубев, который обратил внимание присутствующих на ход капитального ремонта улицы Кооперативной. Мало того, что там уже несколько месяцев ни шатка, ни валка не идет ремонт, сейчас полностью разбивается дорога между элеватором и кладбищем. Большими грузами, которые, кстати, не обращают внимания на то, что существует график проезда больших грузных машин после 22 при температуре воздуха определенной. Эту дорогу потом мы, депутаты, вынуждены будем изыскивать деньги для того, чтобы отфинансировать ее ремонт. У депутата есть предложение, как вдвое снизить нагрузку на улицу элеваторную. Дорожники могли бы совершенно спокойно, делая одну сторону движения, взять другую полосу, отправить для движения. В результате у нас была бы половина нагрузки на ту улицу, которая находится между элеватором и кладбищем. Этого не делается. Я считаю, что в свое время это называли бы вредительство, но я думаю, что это ближе к тому, что это обдуманное, заранее надуманное преступление с тем, чтобы себе иметь подряды. Как пояснил заместитель главы администрации Роман Ткаченко, ход работ замедляет согласование по поводу тех или иных подземных коммуникаций, которые проходят под несколькими участками автодороги по кооперативной. Плюс там же ведется обустройство тротуаров. Кроме этого, есть еще один немаловажный фактор. Работы ведутся сейчас на железнодорожном переезде, который у нас очень много времени не ремонтировался. И благодаря тех переговорных процессов, которые началась в замке промышленности, и Владимир Владимирович, сейчас агроэкспорт, организация, которая у нас занимается в элеваторе, она за счет собственных средств реконструирует, собственно говоря, переезд, в чем и произошла занемка. В связи с капитальным ремонтом этой дороги проезд к портовым терминалам был перенаправлен по автодороге Азов-Старминская через село Пешково-Головатов-Казайна-Обрыв. Большие грузы, которые у нас идут через трассу Ростов-Азов, они так и уходят по Виадуку и уходят на Пешково. Но это движение транспорта, которое сейчас существует по улице Элеваторной, где мы на Паркову сворачиваем, это и пользуются жители нашего города, и в том числе автотранспорт, который обслуживает и коммунальная техника, и подозриток в нашу трассу. Исключительно из-за того, что сейчас ведется работа по ремонту железнодорожного переезда, который находится на Коперативной, вот поэтому идет обход через Элеваторной. По словам Романа Ткаченко, пока не закончен ремонт переезда, альтернативы движению по Элеваторной нет, кроме как направить большегрузы через улицу Кандаурова. По поручению Владимира Рощупкина, автомобильная дорога по улице Элеваторной будет включена в план ремонта в текущем, либо в следующем году. Дубила Улихина, Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. 22 августа в воскресенье состоится ежегодный праздник День государственного флага России, который пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. О том, в каком формате будет организовано мероприятие, нам сообщила начальник отдела культуры Татьяна Бакуменко. Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага, который был установлен на основании указа президента Российской Федерации в августе 1994 года. Каждый цвет триколора имеет свой смысл. Белый символизирует благородство, синий – честность и верность, а красный – смелость и мужество. Традиционно данный праздник мы отмечаем в масштабном формате проведения торжественных мероприятий, проведения концертных выездных концертов, выставок. Но учитывая наши сегодняшние санитарные требования на определенные запреты культурно-массовых мероприятий, в очередной раз расстраиваем вас о том, что культурно-массовые мероприятия запрещены, но наша сфера культуры и искусства, наши муниципальные учреждения, они всегда готовы вам организовать мероприятия, даже в тех форматах, которые не всегда нам понятны, не всегда нам удобны. Это форматы онлайн, форматы офлайн. Традиционно библиотеки города, а их всего восемь, подготовили цикл мероприятий, посвященные этому дню. Гарантировано, что каждый найдет для себя что-то интересное и познавательное. В наших библиотеках вы можете в любой момент прийти с 18 по 23 августа в любую библиотеку города Азова, и наши специалисты будут готовы вам провести краткий экскурс о создании нашего государственного флага, об истории данного праздника, и приглашаем вас посещать наши городские библиотеки. Сфера образования также приняла участие. На сегодняшний день активно ведется подготовка к выставке детского прикладного искусства. Наши дошколята, наши маленькие дети садиков подготовили своими руками, вложили туда душу, сердце, в свои поделки, поделки, которые направлены на тематику нашего государственного флага. С поделками детей вы можете ознакомиться и посмотреть 22 августа на площади перед городским дворцом культуры, и, кроме того, получить абсолютно бесплатно шарик в виде триколора. Первые, кто постят эту выставку, кто успеет, конечно, получат шарики бесплатные. Так что поздравляем вас с наступающим праздником. А 18 сентября, в субботу, состоится празднование Дня города. И несмотря на то, что до торжества осталось ровно месяц, сотрудники отдела культуры уже подготовили план мероприятий. В этом году, к сожалению, гала-концерта не будет, но будут такие же мероприятия, как выездные концерты во дворах. Планируем мы провести такие мероприятия, как рабочий полдень. Это выездные концерты на предприятиях города по согласованию с руководством предприятия. Это у нас новое такое направление. Мы хотим в этом году такое направление вести. Будут подготовлены викторины, исторические викторины, познавательные часы, тематические мероприятия по направлению образования. Наша сфера образования подготовила более 30 мероприятий внутри своих образовательных и дошкольных учреждений. Танцевальные и вокальные коллективы отдела культуры подготовили концертную программу к празднованию Дня города. И если не будут к этому времени введены ограничения, то все желающие с 15 по 18 сентября смогут посетить Дворец культуры. Для праздничного настроения наших горожан на улице города 18 сентября будут организованы выставки работ учащихся художественной школы. Будет организована выставка работ художественных, опять-таки, наших художников города Азова, Азовского района с показательными мастер-классами лучших художников нашего города. Кроме того, будут проводиться на улице спортивные мероприятия, отделам спорта и отделам молодежи будут проводиться различные квесты в разрешенных допустимых форматах. Что же касается праздничного салюта, то он остается под вопросом. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. На территории Азовского района с 1 января текущего года по сегодняшний день зарегистрировано 149 пожаров, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года говорит о значительном снижении их количества практически на 65%. Как сообщил начальник отдела надзорной деятельности Олег Развазки, данный показатель удалось достичь благодаря погодным условиям, а также регулярной профилактической работе, которая проводится совместно с администрацией сельских поселений. Если посмотреть на мероприятия, которые мы проводим, то они недостаточны и мы на них не останавливаемся. Сегодня было принято решение, что на КЧС и ПБ Азовского района были приняты карты, на которых нанесены места наибольшей опасности, в которых будет производиться опашка населенных пунктов, дабы при возгорании сухой растительности огонь не перешел на жилые строения, не допустить ситуацию, которая происходит в других регионах нашей страны. У нас также проводятся мероприятия, на сегодняшний день продолжается профилактика, связанная с подворовыми обходами, с разъяснением граждан. Хотелось бы еще раз напомнить гражданам, что дождливая погода, она дает возможность расти траве, которая буквально через 2-3 недели при палящем солнце превратится в сухостой. Поэтому убедительная просьба наведаться на свои приусадебные участки, навести порядок на них, также на своих земельных участках, огородах, дачных товариществах, дабы избежать возгорания сухой растительности и перехода огня на жилые строения. Одна из основных проблем теплоэнерго – неплатежи населения. Из-за создавшейся экономической ситуации у многих азовчан накопились долги, но предприятие идет навстречу каждому, кто стремится их погасить. Подробности в сюжете. На сегодняшний день долг жителей города Азова за потребленное тепло составляет более 35 миллионов рублей. Причем, как отметила заместитель директора муниципального предприятия теплоэнерго Анна Ильенко, речь идет о собственниках многоквартирных домов, которые на общем собрании приняли решение перейти на прямые платежи. Ежегодно эта дебиторская задолженность увеличивается, порядком более 10 миллионов рублей. В отношении каждой задолженности предприятия вынуждены вести претензионную исковую работу. Согласно правилам, в мировые суды направляются соответствующие документы, которые после вынесения решения поступают в службу судебных приставов. Федеральная служба судебных приставов уже начисляет исполнительский сбор, начисляет, удерживает с вас госпошлину, которую мы оплачиваем. То есть ваши платежи еще раз увеличиваются в разы. При этом на предприятии прекрасно понимают, что никто не может быть застрахован от финансовых трудностей и оказывают содействие в решении данной проблемы. Сложилась сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией. У нас многие люди, может быть, лишились работы, у них уменьшились доходы. Мы тоже все это прекрасно понимаем, и поэтому мы можем предложить рассрочку платежа. Они могут обратиться к нам, прийти в МОК Теплоэнерго, по адресу, город Азов, улица Дружбы 7, где можно составить соглашение о рассрочке платежа и тем самым уменьшить свои обязательства перед нами. И мы будем понимать, что человек, мы не будем подавать на него судебный приказ, не будем увеличивать его расходы по Федеральной службе судебных приставов. То есть их расходы тоже уменьшатся. Это как один из выходов из ситуации. По словам директора Теплоэнерго Александра Галкина, решение проблемы, задолженности – это общий интерес предприятия и жителей города. Хотелось бы добавить к вышесказанному, чтобы вы понимали, что МОК Теплоэнерго работает для вас. А мы, в свою очередь, максимально будем стараться улучшить комфорт и проживание в нашем городе Азове, то, что зависит от нас. Людмила Улихина, Татьяна Иваченко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего вам доброго. До новых встреч. Четверг, 19 августа, небольшой дождь. Температура днем плюс 28-29, ночью плюс 20-22. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Влажность воздуха 60%. Уровень воды в реке Дон на 44 сантиметра выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 28 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин